Большинство пациентов в просе инсульта, они инвалиды. И они становятся обузой для родственников до конца своей жизни. Они же все понимают, пациенты все понимают, они только ничего не могут сказать, не могут двигаться, но они абсолютно такие же люди, как и мы. Основная цель проекта — это снижение смертности от сосудистых заболеваний головного мозга. Проще говоря, от инсультов. Мы вместе с командой изучили успешный зарубежный опыт, что там происходит, каким образом борются с инсультами, каким образом население узнает первые признаки инсульта. Собрали ведущих специалистов со всей нашей страны и разработали программу. Максимально простую и максимально быструю. Каким образом можно повысить грамотность населения по определению первых признаков инсульта? Если у пациента произошел инсульт, то нужно его довести до специализированного медицинского центра максимально быстро, желательно в течение 4 часов. И если пациенту оказать помощь максимально быстро, то катастрофические последствия инсульта можно избежать. Мы решили интегрировать нашу программу в регионы. Работать с врачами, с пациентами, с детьми, с волонтерами. Но нас там никто не ждал. Все говорили, что это важно, все говорили, что это нужно, это крайне актуально, они готовы нас поддержать. Но дальше слов ничего не происходило. И благодаря поддержке агентства стратегических инициатив нас стали слышать в регионах. Нам стали бесплатно предоставлять помещения, где мы проводили семинары, прежде всего для врачей. Мы привозили самых успешных врачей, кто борется с этим недугом из различных регионов, именно в эти регионы. У нас происходил настоящий обмен опытом. Мы стали работать со школами, поликлиниками, занимались просветительской работой. Мы проводили дни здоровья, марафоны здоровья. Раздавали вот такие простые листовки, как определить первые признаки инсульта. Что нужно сделать, куда нужно позвонить. Я увидел и остался очень удовлетворен вместе с командой, что мы меньше, чем за год сумели показать реальные результаты по снижению смертности от инсультов. То есть наш проект, он действительно рабочий. Я закончил первый мед. У меня был великолепный настаивник Кучеренко, Владимир Захарович. Он показывал своим примером, как нужно все время помогать людям. И по жизни меня постоянно сопровождают люди, которые не задумываются. Если есть у них возможность помочь, они помогают. Вот у меня благодаря им заложились такие правила. Нужно помогать.